В регионе подвели итоги года культуры. В областном правительстве губернатор встретился с работниками библиотек, театров, музеев и домов культуры региона. Лучших представителей этой сферы наградили грамотами и благодарственными письмами. Подробнее о торжественном мероприятии в сюжете нашего корреспондента. В Большом зале правительства области собрались лучшие работники культуры региона, заслуженные педагоги, актеры, художественные руководители и сотрудники библиотек и музеев. По словам главы региона, их работа сегодня представляет огромную ценность для культурного развития населения и в первую очередь молодежи. Пришло время восстановить справедливость и отдать досельскому библиотеку, служителю музея или дома культуры. Все вы энтузиасты, подвижники, патриоты достойны в этом знаменательный год стать одним из символов неисчерпаемой, способной пробиться сквозь любые преграды народной культуры. Одним из ярких событий в год культуры в Саратове стало открытие после многолетнего ремонта здания областной филармонии. Для восстановления этого объекта из федерального бюджета было выделено более 300 миллионов рублей. По словам министра культуры России, несмотря на сложности, не раз возникавшие при ремонте здания, значимо, что этот объект был открыт именно в год культуры. У Саратовской филармонии известны всей стране учреждения культуры. По-моему, около 16 коллективов популярных, известных, профессиональных работало в стенах филармонии. Очень хорошо, что они все сохранились. И, конечно, открытие филармонии после реконструкции, достаточно дорогостоящего мероприятия, проводившегося при поддержке федерального бюджета, сейчас год культуры, нам очень приятно. В нашей области работают 787 библиотек, 26 государственных и муниципальных музеев, около полутора тысяч хоровых, хореографических и фольклорных коллективов. Также на территории области проводятся региональные и всероссийские театральные и музыкальные фестивали. По словам чиновников, активная культурная жизнь региона позволяет нашим творческим коллективам достойно представлять Саратовскую область на различных мероприятиях мирового и российского значения. Сколько коллективов, жанров, творческих направлений, сколько поколений представлено нашими талантливыми земляками со своей области. Год культуры помог всех вас привлечь, предоставил площадки, сцены, объединил фестивалями и конкурсами, делегировал на самый высокий уровень всероссийских и международных форумов, вплоть до участия в культурной программе Сочинской Олимпиады. Подводя итог встречи с деятелями культуры области, глава региона предложил установить памятник сельскому работнику культуры. По мнению Валерия Радаева, скульптура должна быть установлена в том муниципальном районе области, где заслуги деятелей искусства наиболее значимы.